Всем привет! С вами снова Бутербродберик, и это вторая часть видео о том, как можно сделать свое рабочее место более вдохновляющим. И я заранее прошу прощения за качество этого видео, потому что, ну, так иногда случается. В этом нет нашей вины. И первое, что я вам сегодня покажу, это то, как я делаю свои стикеры. И все, что вам для этого понадобится, это лишь принтер, бумага и двусторонний обычный скотч. Так что, поехали! А для печати своих стикеров я использую принтер Epson XP330, и хотя он из бюджетных, стоил всего 70 долларов, но по его внешнему виду и хорошим характеристикам этого явно не скажешь. Приобрела я его с помощью сайта оригиналом.нет, осталась очень довольна, потому что я благодаря их YouTube-каналу смогла также разобраться со всеми штуками вроде непрерывной подачи печати и с принтером в целом. По-моему, такой маленький друг незаменим для художника, потому что всегда нужно иметь, чем отсканировать те же рисунки, например. В общем, если вы заинтересованы, проверенная ссылка на надежный магазин и YouTube-канал, где вы подробно можете все узнать, будет в описании. Все, что вам нужно для того, чтобы начать печатать стикеры, это разместить их нужным образом в Photoshop. И лично я использую глянцевую фотобумагу, потому что, в отличие от обычной, цвета на ней более яркие. А еще я не нашла ничего хорошего в наших магазинах в плане самоклеек, а те, которые я пробовала, ну, мягко говоря, отстой. Далее мы их аккуратно вырезаем, после чего клеим на обратную сторону сначала двусторонний, а потом и на лицевую сторону обычный скотч. А все для того, чтобы наши стикеры, не дай бог, не выцвели, потому что ни одна бумага не гарантирует вам этого. Также это поможет стикеру избежать влаги, а для меня это сейчас очень важно, потому что использовать свои стикеры я намерена не только в декоративных целях, но еще и украсила ими улицы нашего города. Вуаля, теперь у вас есть чем украсить обложки своих скетчбуков и много всего другого. Вы можете обклеить что угодно этими стикерами, я надеюсь, у вас все получится, я у вас верю. Следующая у нас на очереди бумажная кукла, и я уже делала такие прежде пару лет назад, ну и парочку не так давно. И почему-то я до сих пор получаю кучу комментариев по поводу того, как их можно сделать, хотя, как мне кажется, здесь совершенно нет ничего сложного. Кстати, да, часто случается так, что я включаю что-то фоном, чтобы не было так скучно, и так сложилось, что это были именно ранетки, так что не обессудьте. И да, весь первый сезон меня бесила мама Ани, неужели так сложно просто не быть психованной сукой? Хм, что-то я отклонилась от темы. И все, что вам для этой поделки нужно, это лишь по кусочкам нарисовать на плотной акварельной бумаге нашего будущего персонажа. И да, я снова выбрала на эту роль себя. Ну а что? Все, что внутри я закрасила акварелью, акрилом и спиртовыми маркерами. Мне, кстати, нравится цветовая палитра, которая в итоге получилась. Ну и после всех этих экзекуций мы вырезаем наше чудо и аккуратнейше клеим на него обычный скотч по той же причине, по которой мы, естественно, клеили его и на стикеры. Так наша кукла прослужит немного дольше. И все, что вам остается, это закрепить конечности нашей куклы капроновой нитью. И все, я думаю, такая вещь годится как и на подарок другу, так и для декора вашей комнаты. Ну а теперь давайте приступим к одной из самых теперь любимых вещей в моей комнате. И это будет такой небольшой флажок, на который можно уместить классные значки или пины, которые у вас имеются. Насколько я помню, то при СССР такие штуки были популярны тоже, но это не точно. Для этой поделки вам нужен фетр желаемого цвета, желательно, конечно же, темный, потому что на его фоне значки будут более заметными. Какая-нибудь трубочка из мака и капроновая нить. Все, что мы делаем, это вырезаем из фетра нужную форму, после чего аккуратно приклеиваем сзади трубочку, чтобы можно было продеть сквозь нее нить. Далее нам ничего не остается, кроме как продеть нить и, конечно же, прикрепить на наш флажок как можно больше разнообразных значков, пинов или брошек. Мне кажется, такая вещь придает некого уюта в комнате. По всякому случаю, у вас остается вещь, благодаря которой ваши значки всегда будут занимать самое почетное место в вашей комнате. А теперь приступим к поделке для супер ленивых людей вроде меня. Ведь чтобы украсить в комнату, не обязательно что-то мастерить, резать или шить. Можно ведь просто взять какие-нибудь предметы декора, которые вам уже изрядно поднадоели, и покрасить их в цвет, который вы, собственно, любите. А делается это все легко с помощью акриловой краски. Возможно, это покажется глупым, но мне нравится результат. По-моему, это отличный способ для того, чтобы преобразить какие-то вещи, которые вам уже порядком надоели. Потому что смотрится это очень необычно, ново и стильно одновременно. Да-да, здесь я снова шью безликого. И ребятам, которые видели первую часть моего видео про поделки, знают, что я уже делала подобную игрушку. Но она была немного меньше. В этот раз я решила сделать что-то вроде подушки. И для этого нам вновь понадобится цветной фетр и нити. Последовательность действий озвучивать, я думаю, не буду. Но если все-таки вам будет что-то непонятно, вы всегда можете посмотреть первую часть моих видео про декор комнаты. Там я более детально рассказываю о самом процессе в создании таких игрушек. Но я думаю, в этом-то в принципе ничего сложного нет. Кстати, в этот раз я немного переделала сам эскиз игрушки. И чтобы не было так много пустого места, я решила добавить туда некое подобие рта. Прям как было в том самом аниме. А внутри у нас все так же плюш из старых игрушек. Это, наверное, никогда не устареет. И вот наша хендмейт игрушка или подушка, как, не знаю, называйте, как хотите, готова. И ее можно использовать как только вам угодно. Ну, это были все наши поделки на сегодня. И я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это действительно так, то вы можете поставить класс этому видео. Подписаться на мой канал. Или можете не подписываться. Мне не принципиально. Всех чмок-лобок. С вами был, как всегда, ваш Бутербуржат Барик. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok